Жители Уральска жалуются на неудобства из-за затянувшегося строительства аэропорта. Вот уже два года пассажиры вынуждены пользоваться приспособленным терминалом. Сейчас до него можно добраться только пешком. Въезд преградил шлагбаум. Акимобласти Галий Скалиев заявил, что возведение терминала планируется завершить до конца года. Реконструкцию аэропорта обещают закончить к декабрю 2021 года. Пока же люди вынуждены вот так здесь на деревянных скамейках ожидать своих рейсов. Также напомним, что зимой были сделаны специальные теплые вагончики, чтобы в непогоду люди могли дождаться своих самолетов. Терминал аэропорта в Уральске закрыли на реконструкцию летом 2019 года. Спустя полтора года капитальных работ выяснилось, что здание надо снести и отстроить заново. В результате проект подорожал в два с лишним раза, до 6,5 миллиардов тенге. Пассажиры вынуждены ждать свои рейсы либо в тесных временных помещениях, либо на улице. К тому же сейчас въезд для автомобилей переградил шлагбаум. Люди бывают там с детьми, с сумками. Ну, конечно, неудобства создают. Ну, что поделаешь, не пропускает, стоим. Придется вот здесь выгрузиться и уехать. Плоховато. Для тех, кто встречает, никаких удобств нет. Никто приезжает, никто встречает. Здесь, по-моему, администрация аэропорта должна получше работать. Потому что это все-таки все временно, но все равно это имеет какое-то значение. Для тех, кто встречает, проезжает. То есть донести сумки, степи? Конечно, да, да, все это очень сложно. Ничего не продумано. Командуют какие-то непонятные люди, которые стоят у ворот. А где администрация, где культурные, вежливые обслуживания, ничего подобного. Прям стыдно. Многие иностранцы стыдно за нашу страну, за нашу городу. В Акимате сообщили, что собственником старого здания являлась частная компания. Терминал аэропорта после завершения строительства передадут ей в лизинг. Но на каких конкретно условиях будет заключен контракт, пока неизвестно. Значительно увеличилась площадь, оснащение внутреннее, компьютерное, IT-оборудование и так далее. Я надеюсь, мы до конца этого года сдадим. По крайней мере, перед подрядчиками, технодзором, всеми другими органами. Такое задание я дал. Постоянно контролирую ситуацию. Поддержка Карчаганакского консорсума есть. Сумму нам одобрили. Поэтому, надеюсь, до конца года мы его сдадим. И это будет аэропорт, который будет украшать город и будет очень удобным для жителей и гостей нашей области. Отметим, что деньги на реконструкцию терминала выделяются за счет социальных инвестиций оператора Карчаганакского нефтегазового месторождения.